Объединить людей с ограниченными возможностями их родных и близких, помочь им реализовать все свои права, дать возможность общаться, поддерживать друг друга и обмениваться опытом. Вот основные задачи общинных услуг по методу «Равный равному», которые внедряются в Рыбницком информационно-правовом центре «Виолекс». Задача нашей деятельности – это как раз помочь людям с ограниченными возможностями, чтобы они стали активными членами общества. Для этого мы планируем внедрять три вида услуг. Это бесплатная юридическая поддержка, бесплатная психологическая поддержка и поддержка в трудоустройстве. Необходимостью создания таких общинных услуг в первую очередь выявили такое желание сами люди с ограниченными возможностями, Рыбницы и Каменки. То есть это было, скажем так, в первую очередь воля и изъявление желания самих людей, которые представляют данную социальную группу. Принцип «Равный равному». Такой формат поддержки во внедряемых общинных услугах для людей с ограниченными возможностями выбран не случайно. Этот доверительный метод позволяет людям, которые сталкиваются с одинаковыми трудностями, общаться на равных, помогать друг другу и решать проблемы более эффективно. Ведь никто не поймет человека лучше, чем тот, кто прошел этот путь. Если мы хотим, чтобы действительно что-то было полезно, нужно привлекать тех, для кого это делается. И никто не сможет лучше помочь одному человеку с ограниченными возможностями, чем другой человек, который уже прошел этот путь, который знает ситуацию не понаслышке, знает это изнутри. В тот момент, когда придет к человеку на консультацию один человек с ограниченными возможностями, и его встретит консультант по методу «Равный равному», и он ему скажет «Я вас понимаю», то тот, кто будет сидеть с другой стороны стола, он действительно почувствует и поймет, что его понимает. Потому что там будет сидеть такой же консультант, человек, который прошел уже этот путь и знает, как можно помочь на самом деле. Оказание общинных услуг людям с ограниченными возможностями – дело достаточно непростое и серьезное. Именно поэтому в информационно-правовом центре «Виолекс» к этому вопросу стали готовиться заблаговременно и очень скрупулезно. Для родителей, родственников и самих людей с ограниченными возможностями прошли тренинги, в ходе которых участников обучали основам, необходимым методам и подходам в оказании общинных услуг. Юридическая поддержка очень нужна, потому что даже сами участники во время тренинга отметили, что очень много информации, они не знали о своих правах, о том, как нужно именно защищать их, как их нужно добиваться, как составлять жалобы, как составлять петиции. Большое внимание было уделено упражнениям практическим для того, чтобы они смогли наработать практические навыки для оказания помощи. Тренинг показал, во-первых, что участники очень активно принимали участие, ведь для того, чтобы оказывать психологическое консультирование, в первую очередь нужно самим проработать свои какие-то травмы, свои проблемы. Очень часто эти люди пережили очень серьезную психологическую травму, и только после того, как они проработали свою травму, они могут помогать другим и делиться своим опытом. Помощь в поддерживаемом трудоустройстве — это помощь от равного к равному, когда я, либо человек с ограниченными возможностями, помогает другому трудоустроиться, то есть он помогает ему найти свои знания, навыки, качества, узнать о своем потенциале и найти для него потенциальное место для работы. Мы налаживаем контакт с работодателем, с коллективом, для того, чтобы не было, возможно, предвзятого отношения, либо каких-то страхов, и показать работодателю о том, что люди с ограниченными возможностями — это такие же работники с таким же огромным потенциалом, как и все остальные, кто могут спокойно трудоустроиться. В ходе семинаров обучение прошли более 70 человек. Среди участников тренингов не только люди с ограниченными возможностями, но и их родственники, родители детей с особыми потребностями, специалисты, которые работают с ними. У меня проблема, у меня вторая группа по зрению с рождения, и буду бороться за свои права, благодаря этим знаниям, которые я сегодня получил. В нашем городе людям будет полезна юридическая помощь, помощь в трудоустройстве, это большая проблема. Поэтому благодаря этому тренингу, я думаю, что в дальнейшем можно будет развиваться. Надо развиваться, надо как-то устраивать своих деток потом в будущем, а кто эти знания даст? Нет, нигде их в принципе не найдешь, поэтому решили посетить. Очень много узнала о трудоустройстве, о правах, которых даже не знала, что можно использовать. Мы-то их знаем, права свои, но что ходить и добиваться прям все-таки было страшно. А теперь нет. Теперь будем добиваться в письменном виде, в двух экземплярах. То есть информация очень полезна. Опытные тренера, интерактивные лекции, тестирование, групповые занятия, практические задания. Программы всех тренингов были насыщенными. Участники семинаров получили не только полезные знания, но и дипломы. Каждый из них впоследствии сможет выступить в роли эксперта или консультанта, помогая другим по принципу равный-равному. Данные мероприятия реализованы информационно-правовым центром ВИАЛЕКС в партнерстве с Центром юридической помощи ЛИС с ограниченными возможностями Республики Молдова при содействии Управления Верховного Комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций. Цель данных мероприятий есть подготовка команды, в первую очередь, информационно-правового центра ВИАЛЕКС для предоставления общинных услуг социально уязвимым лицам, в первую очередь, лицам с ограниченными возможностями. И такие услуги, как юридическая помощь, психологическая поддержка, поддерживаемое трудоустройство, будет предоставляться Ассоциацией ВИАЛЕКС для населения Рыбницы и Каменского района. Большая работа в Рыбницком информационно-правовом центре ВИАЛЕКС проводится и по обеспечению доступной среды. Здесь многое делается для того, чтобы общинными услугами смогло воспользоваться большее количество людей с ограниченными возможностями. Офис или любое другое помещение, подпадающее под понятие доступной среды, для меня это помещение, оборудованное пандусом, это соответствующая контрастная расцветка на препятствиях, на бордюрах, желтые круги, означающие вход на дверях, и это отсутствие порогов внутри помещения. Ну и отдельно санузел, туалет, широкие двери, поручни, удобные по расположению, по уровню расположения выключателей. У человека, который, допустим, входит с ограничением зрения или въезжает в офис на коляске, не должно складываться впечатление, что помещение борется с ним, является препятствием. В помещении не должно быть препятствий, человек должен себя чувствовать достойно. Сегодня работа по внедрению общинных услуг для людей с ограниченными возможностями проводится не только в Рыбнице. Пилотные проекты такого направления стартовали в Террасполе, Дубосарах и Слободзее.